Девочка-пай Здравствуйте, гости дорогие! Благослови вас Господь на нашей земле пребывать, хлеба, соли отведать, да и Богу слава воздавать. Ребятки, кто крещеный, подходите к иконочке, прикладывайтесь лобиком, а потом вкушаете хлеб да соль. В каком классе-то учитесь? В третьем Б. Какие хорошие. Чтобы выйти вообще. Девочка-пай Девочка-пай Итак, дорогие ребятки, дорогие микросы, уважаемые, вот мы с вами находимся в часовне Ксении Петербургской. Мы сразу обратили внимание, что часовенка совсем небольшая, но каждый прихожанин, который бывает в часовне, он всегда находит себе место, место уединения. Место, где какое-то время проводят наедине с матушкой Ксении Петербургской. Сколько же приношений и здесь, и вот на той иконе, и все эти приношения пожертвования за реальную помощь, оказанную Ксении Петербургской прихожанам. А вот Сизма-то небольшое село, но здесь находится районный центр традиционной народной культуры и святые места. И вот, Александра Александровна, в 1999 году вас еще даже на свете не было, приехала в Сизму с единственной просьбой о возведении часовни Ксении Петербургской в деревне Салаварка. Тебе всего 20 рублей. Дети любите мира Творца, и возносите к небу сердца, и возносите к небу сердца. Бог вас возлюбит, благословит, и от несчастья вас сохранит. И от несчастья вас сохранит. Дети пред Богом, будьте смирны. А сколько это стоило? 150. Ни фигао! Храм – это самое святое место на земле. Здесь проходят богослужения, венчания, крещения, певания. Ну и, конечно, храм нередко является местом встречи знакомств людей. Благодарим при ней, Господа. И дети, верный. Красную, Служу знам стать радостью! Спасите со всех сторон и всех стран, сор Señ descentи и твор attempt itej. ПЕСНЯ 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 А бабушка может не полезет? ПОЛЕЗла ПОЛЕЗла бабушка? ПОЛЕЗла Только не сбягнись, колоколом не сбягнись. А я уже сбягнула. Ехать можно. Так вот она зимняя изба, обратите внимание, совсем небольшая. По периметру совсем небольшая. И вот так по периметру стояли лавки, на которых вы сейчас и сидите. Основным убранством, достопримечательностью избы была русская печь. А по диагонали, в углу противоположном, находился красный угол. Самый главный светлый угол избы, любой крестьянской избы, любого дома, любой квартиры. Красный угол – это самый светлый, самый главный угол в избе. Что бы вы сделали, чтобы гостей вы проводите с дома? Сделать печеньки, приготовить и к ихнему дому. Снести. И по одной высыпать. Так, проходим дальше. Что еще я хочу сказать. Вот этот дом не самого бедного, но и не самого богатого крестьянина. Посмотрите, ледянки. В некоторых местах называли это ледянки. Потому что вот сюда льду очень много наращивали, чтобы они устойчивы были. В нашей местности, в Ситле, называли это корешка. Один сидел, другой стоял сзади, и с горки катались вот на таких корешках. Костя, дорога! Мы вместе. Что-то такое. Где-то восстание. Костя, сталь. Костя, сталь. Костя, сталь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дому нашему больше 100 лет Представляете, у нашего дома есть очень интересная история Если у вас будете меня послушать, то я вам расскажу эту историю Если силы не будет, то все равно расскажу День рано утром приносит моей корове 4 ведра воды Она с удовольствием выпивает, вода только теплая должна быть Потом съедает ведро каши, пол ведра резных овощей, если это зима Потом она ест сено до обеда В обед он ей приносит 2 ведра воды Она жует сено до вечера Вечером он ей приносит 4 ведра воды, ведро каши и пол ведра резных овощей И она жует сено до утра Она даже когда спит, жует Она должна проживать 50 килограммов сена в день А сколько воды она должна выпить в день? 100 10 Сколько? 10 ведер Это одна корова Кто успел попробовать мост лифт, тот точно скажет, что ручки у меня золотые Правда? Да Платиновые Сейчас дам этой мальчику Покажите, что у вас ручки чистые Красный угол Раз, два, три Покажите, что у вас ручки? Если вы потом по мне соскучитесь и приедете сюда еще разок зимой, когда будет много снегу То у вас хозяин мой, муж, покатает на тракторе, на сене Человек 20 туда в сани влезает И прокатит он вас в Вологодский район Это в двух километрах отсюда Там можно будет даже следы звеней посмотреть КОНЕЦ Набирайтесь духу ароматного Возвращайтесь к нам на стол румяными Возвращайтесь к нам на стол румяными Для всех приятного Так, надо это А чеснок там есть? Поспели наши плюшки Посмотрите, как игрушки Посмотрите, как игрушки Мы лепили от души Мы лепили от души Получились хороши Получились хороши Выбираем каждый свой Выбираем каждый свой Не пора ли нам домой? Не пора ли нам домой? Сейчас вам дам всем по пакетику, а потом будете выбирать Давай будем образцовыми людьми В очередь Вот так на ладошке подавать на трибу На ладошке Субтитры делал DimaTorzok Так, наконец-то Субтитры делал DimaTorzok 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 В церкви в церкви Мне очень все понравилось Мне понравилось Мне понравилось Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо большое Субтитры делал DimaTorzok